Я уже в Чечне бывал несколько раз, так скажем, в 2000-х годах. Ну, и в этом смысле визит, который прошел в сентябре этого года, для меня стал очень важным, потому что я посмотрел на те большие изменения и серьезные преобразования, направленные не только на строительство, восстановление зданий религиозного назначения, зданий светского характера, учреждений, но самое главное, я увидел, что люди, которые сейчас живут, трудятся в Чеченской Республике, это люди не просто граждане своего региона, так скажем, но это именно те, кто живет в России, это те, кто любит свою родину и понимает, что его родина – это и Чечня, и Россия. И вот это вот самое отрадное, наверное, чувство, которое я вынес из этой поездки. Мне удалось выступить и в парламенте Чеченской Республики, и вот, как я уже упоминал, в Институте повышения квалификации работников образования Чечни. Мы съездили в высокогорное поселение Итум-Кале, где наблюдали за интересными фольклорными выступлениями разных ансамблей и свадебных каких-то мероприятий, посмотрели музей, да просто пообщались с простыми людьми, которые сегодня живут, трудятся, работают на поприщах совершенно разных, начиная, так сказать, и от силовых ведомств и заканчивая просто женщинами, которые преподают что-то или воспитывают своих детей. И вот отрадно, что действительно для нас сейчас произошли важные сдвиги не в том, чтобы научить людей жить вместе. Они это умеют, они знают, как это делать. Но мы помогли, мы создали, мы, я имею в виду, именно и традиционные религии, с одной стороны, а с другой стороны, государство, общество. Мы помогли этим людям найти эти условия, в которых они смогут реализовать свое стремление жить в мире. Моя поездка в Чечню в сентябре этого года, она прошла, знаете, не просто как некое рядовое мероприятие протокольного характера, а наоборот, удалось поговорить с людьми, посмотреть, какой пример они дают своим детям. И я вас уверяю, это отрадный пример. Они действительно живут не просто по законам своей общины, а их закон, он написан в сердце у этих людей. И для каждого из жителей республики, да и как гражданина нашей страны, очень важно, что мы живем не просто из страха наказания, а мы живем по закону совести. Это две разные величины. Очень важно понимать, что традиционные религии нашей страны, православное христианство, ислам, иудаизм, буддизм, они не противопоставляют себя законодательству нашего государства. Наоборот, мы говорим о том, что не может быть хорошим гражданином Царства Небесного тот, кто является плохим гражданином своего земного отечества. Мы святые канонизируем тех, кто не просто был чудотворцем по жизни, так скажем, но тех, кто проявил до последней капли крови, до последней своего вздоха любовь и заботу об Отечестве. Это особенно актуально в связи с нынешней темой 70-летия победы в Великой Отечественной войне нашего народа. Ведь для многих сейчас эта тема больше противоречий вызывает, чем желание подражать. И здесь традиционные религии заявляют о том, что есть незыблемые вещи. Есть вещи, которые находятся в ранге, если можно так сказать, вечных ценностей. И наша победа в Отечественной войне – это вечная ценность. Её нельзя попытаться оспорить. Это есть. Мы народ-победитель. И, конечно, в эту победу внесли свой вклад все народы. И чеченский народ в том числе. И, я не знаю, как вот сейчас говорили в Польше, что врата Освенцима открывал украинец. Да, были украинцы в Советской армии. Конечно, были и другие народы. Нельзя пытаться политизировать вечность. Вы наткнетесь просто на разрушение. Вы сами себя уничтожите, если вы будете идти против объективной истины. Продолжение следует...